Может быть, она и не самая красивая и немного мёртвого цвета. Может, у кого-то всегда можно сделать мечту любого мужчины, которому женщина два часа подряд выносит мозг. Говоришь, муж не может тебя нормально отшлёпать по жопе? Добрый день, дорогие подписчики. С вами снова Чалышев Сергей, магазин Magic One. И сегодня у меня в гостях моя подруга по имени Расчленёнка. Вот почему она Расчленёночка. Так как я живу в маленьком городе, то найти модель достаточно сложно. Даже если обещаете, что ты полностью покушаешь непрозрачную голову. Итак, сегодня я расскажу вам, как сделать ваш секс чуточку погребчее. Сегодня у нас будет несколько тем. Это улучшение, связывание, шлёпание по жопе, хватание за волосы, которые не придётся частично показывать на себе. Но смысл можно будет понять. Как поворачивать голову насильно, как правильно ставить девушку-верминета на колени. И ещё несколько подобных тем. Ну, также, да, как связывать руки, чем связывают руки, какие-нибудь разные вариации бывают. Почему не надо использовать наручники и тому подобное. Итак, но для начала первое, что я хочу вам сказать. Всё, что вы делаете подобного с девочкой, если девочка на вас настучит, это будет нарушение закона. Любой синяк оставлен на девчонке, с которым она идёт в полицию, это изнасилование. Автоматом, господа мои, вы встречаетесь. Да, об этом было свидетельство. И она скажет, что вы её повели, и ей поверят. Так что, помните, с долбанутыми девчонками ничего такого не делайте. На них синяки оставлять нельзя. Для девчонок, как и всё в порядке, с головой, с которой вы, да, ещё, опять же, добровольность. Об этом нужно с девчонкой договориться. Нельзя вводить подобные вещи, как бы, ну, аж, девочка, я тебе сейчас такое умею, я тебе сейчас покажу, вот, и начать её душить. Она подумает, что вы дебануты. Ну, вот это в лучшем случае. А в худшем ударит вас, чём-нибудь поговорить. Будут полностью права. Поэтому, заранее, всё, что вы можете, хотите делать друг с другом, кстати, практически всё, она может перенять и к вам также. А девчонки, это также для вас. Да, и девчонки, никогда не соглашайтесь, и мной, и мужики, кстати, тоже, на то, чтобы вас связывали незнакомые мужчины и женщины. Если в других случаях вы можете сопротивляться, в случае связывания нет. Что у человека в голове, вы не знаете. Поэтому, всегда используйте понятие добровольность. И всегда используйте следующее понятие. Никакого сюрприза быть не может. Вы не можете сделать всё это внезапно. Вы, опять же, должны договориться, что вы будете делать такие вещи в паре. Никаких осторожных там так далее. Да, вы можете погладить её по шейке, посмотреть, как она реагирует, например, и немного-легонечко, вот, а хочешь, я сделаю чуть-чуть пожёстче. Так можно сделать, если вы хотите, ну, не можете об этом заранее поговорить. Но вот если вы даже просто чуть погладите, а потом начнете её душить, она может просто не понять, что с вами произошло. Может, вы реально крыша поехали. Всегда оговаривайте. Но шлёпывание по копе, начинайте с маленьких, и постепенно увеличиваете. Соответственно, там вы тоже поймёте, не надо сразу лупить пожёпи со всей силы. Хотя многие девчонки как разжалуются, что мужики очень слабенько лупут пожёпи. Тоже всё бы это объяснило. И абсолютная осознанность. Никогда в первые разы, особенно, вы не делаете это всё, ничего это не пробуйте по пьяни. Под наркотиками, там, что ещё там, я просто не курю, не пью. Никогда вы не сможете себя контролировать. Да, в своей жизни я с одной девчонкой, мы там поролись, там, связывали друг друга, били. После того, как мы приходили из клуба, чьи пьяные. Но к этому времени мы были знакомы уже несколько месяцев. И делали всё это друг с другом много-много раз. Вот, поэтому у нас уже ничего не могло. Что произойдёт с человеком в пьяном состоянии, вы не знаете. Поэтому тоже только начинаем с тревогого состояния. И последнее правило. Всегда всё, что вы хотите сделать с девчонкой, вы опробуете на себе. Никаких «я всё понял и пошёл её душить». Нет. Вы это проделаете на себе, у вас это хватит. Потаскаете за волосы правильно себя. Свяжите себя правильно руку, поймите, что где как. После этого приступайте к девчонке. С бухты-барахты вы можете наделать косяков. Напоминаю, я не врач, я не сексопатолог. Всё это я рассказываю просто как личный опыт. Это личный ваш собственный риск. Если вы не согласны, можете дальше не смотреть. Отдельно про сюрпризы. Смотрите, в принципе, когда вы поняли, что вы договорились о том, что вы можете делать с девочкой, вы говорите «хочешь, я буду делать это в качестве сюрпризов?» И можно ли это делать? Договоритесь, что, допустим, захотите это делать. Но учтите, что если вы с ней договоритесь о том, что вы её можете легонько придушить в течение дня, то понимаете, это может быть не только вы. Вы должны договориться при этом о неком движении. Хлопнули по плечу правому, после этого приложили руки, незаметно для неё. Если вы хотите играть так дома, например. Обязательно должно быть какое-то действие, которое должны вы знать только двое. После которого вы можете что-то такое делать с девочкой. Это два. Значит, третье. Это как раз относится к уже следующей длинной теме, очень классной, про как превратить секс в искусство. Но, значит, для того, чтобы у людей развивала чувствительность, в принципе, всегда, ходя по тому, мимо друг друга, ходите примерно, не просто так, но врагами, но ходите, вот, пусти с чернёночка руку, ходите так, легонечко заденьте её, специально, мрачито, троните её по попе, потрепите за ушко. Это будет очень классно. Каждый раз, когда вы, проходя мимо, дарите ей внимание, вы увеличиваете ваше взаимное понимание и тактильность друг друга. Мы, в принципе, не очень много пользуемся тактильностью. Вот, тоже это будет в следующий раз, большая тема рассказана, но, к сожалению, для киноэстетиков в нашем мире очень мало всего. У нас нормально в мире для аудиоалов и визуалов, а для киноэстетиков нет практически ничего. Только спорт, вот, и секс. И начнём мы с того, как правильно девочку шёпить по попе. Значит, почему девчонки часто жалуются, что вы бьёте неправильно? Первое. Это вы пытаетесь быть открытой ладонью. Приблизь, пожалуйста, сюда, к её попе. Я надеюсь, что смогу вам показать это в замедленном режиме. Что происходит, когда мы бьём открытой ладони? На самом деле, я ударил её вот этой костью. И я её именно ударил, то бишь, произвёл толчок. Первое, что нужно запомнить, к ладошку нужно немножечко сложить. Потому что у вас должен быть воздух, который будет вытесняться. Это создаст, соответственно, создаст, опять же, невозможность ударить её косточкой. И вытеснение воздуха создаст нужный хлопок. А вообще, само по себе ощущение, когда её бьют по попке, даёт некое ржение. И именно его мы и должны добиваться. Поэтому, следующее правило, что мы не бьём её просто вот туда, вперёд. Мы не толкаем её. Не надо её толкать. Потому что вы её толкаете, вы её реально бьёте, а не шлёпаете по попе. Сила достигается за счёт резкости движения и, грубо говоря, отдёргивания руки до. То есть, по сути, вы должны довести руку и остановиться. Но так как физически вы этого сделать не сможете, вам надо будет потом дёрнуть её назад. Это один из способов. При этом, по силе вы сможете договориться только одним способом. Вы её бьёте, и она вам говорит посильнее. Либо вы спрашиваете, достаточно сильно, потому что мне один раз сказали посильнее. Ну, я их так ударил посильнее. После меня сказали, ай-яй-яй-яй-яй-яй, это было слишком. Но, собственно, после этого мы выяснили, с какой силой её нужно бить. Продолжаем разговор. Итак, соответственно, ну, дальше мы понимаем, да? Но на самом деле это сложный удар. Гораздо проще бить сверху и снизу по попе. Выбирать кадры, конечно. Тоже не каждый раз получает. Оп-то, блин, твёрдое, а не мягкое. Я, наверное, сейчас пью какому-нибудь спортсмену. Ну, и, соответственно, так же вы можете бить сбоку. Чем хороши вот эти удары? Они скользящие. Здесь вам не надо вовремя отдёргивать ничего. Ваша рука сама пройдёт. То есть вы погасите инерцию в любом случае не внутрь, а в любом случае там вверх, вниз, в сторону. Ну, с этой стороны вы не сможете ударить очень неудобно. И вам не надо гасить инерцию. Так что запомните, не толкайте её. Плюс, я уже сказал про жжение. Вот весь эффект основан на жжении. Вот эти хлёсткие удары образуют на какое-то время девочке эффект жжения. И он возбуждает её нервные рецепторы. Её нервное окончание. Учтите, чем сильнее вы ударите, и чем лучше получится хлёсткость, тем дольше продержится жжение. Поэтому не бейте вот сразу так. Жжение может будет нарастать. И, разумеется, дойдёт до момента, когда она скажет, блин, не больно, не дурак вообще. Что ты делаешь? Разумеется, я не смогу вам сказать, как рассчитать силу. Это только на опыте, на вашей практике. Но считайте, что жжение проходит где-то от 2 до 20 секунд. В зависимости от той силы удара, которая была. Оптимально это вот там, примерно вот такой алгоритм. Ну, такая амплитуда. Ой, не амплитуда, а такая скорость. Это позволит вам выработать силу, и позволит выработать вот это всё. Но, конечно же, потом вы можете, когда наловчитесь, сможете уже всё это менять. Вот поэтому раз, два, три, четыре. Пять. Вот. Это то, что касалось попы. Да, кроме попы, больше нет ни одного места, куда можно бить. Это единственная мягкая часть тела, обладающая такими способностями воспринимать ваши удары, которые окажутся в плюс. Есть, конечно, ещё спина, но это только для БДСМщиков. Здесь ручки, до свидания, здесь только плюс. Про это я пока не собираюсь рассказывать. Итак, теперь берём следующее. Как таскать девчонку за волосы. Девчонки сейчас нет, волос нет, но я примерно покажу. Попробуйте на себе. Даже с моей длиной волос всё это получится. Ну, здесь вот на макушке точно выйдет. Значит, чего никогда нельзя делать. Я сейчас скажу, чего, почему, а потом скажу, как надо, и почему так надо. Не надо хватать вот так вот, знаете, как за хвостик, и дёргать. Значит, в чём здесь была ошибка, ну, в чём предполагаются ошибки вот такого действия. Таким вот способом вы захватите волосы неравномерно, так как растут они из разных сторон. Здесь, 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 здесь. Вот, и, соответственно, вы подтянете, скорее всего, там, ну, там, за 200 волос, например, я не знаю, сколько человек на голове волос, много. Вот, за сколько-то там, сотен волос, но при этом натянется у вас из них только 10 или 15, и это будет больно. Тем более, если вы делаете это резко, вот, волос пытается выйти, и кожа больна. Поэтому никакой резкости. Это делается всегда плавно. Вы не более стараетесь зачерпнуть, вот, не более, чем вот с ладонь, вот, вот такой вот объём волос. Больше вам не нужно для того, чтобы контролировать голову девчонки. Вот, и это позволит вам не захватывать, соответственно, волосы, которые растут с разных углов, и у них, соответственно, будет разная длина. Захватов нормальных всего лишь два. Это, соответственно, вот такой. Вы гладите её по голове и схватываете вот так. И схватываете вот под самый корень. То же самое вот так, но так, ну, это поза, и так не очень удобно. И самый лучший захват, это вы собираете вот так. И волосы у вас, по сути, остаются вот здесь. То есть торчат отсюда. Вы собираете в пальцы, прижимаете и зажимаете. Лучше делать горизонтально. Потому что здесь, опять же, как я говорю, вот так вы захватите больше на разной высоте. Что потом можно делать? Значит, во-первых, это можно использовать в самом сексе, при фрикциях. Во-вторых, можно двигать голову девушке, куда вам нужно. И плюс, это очень хороший способ сделать следующее. Вот это единственный минус сейчас будет, когда девушка высокая. Вот я уже говорил как-то раз, что я обожаю быть и в роли Дэнни Дэвита, когда ты идешь. О, такая етелка, большая. И когда ты выше девчонки, а на маленькой можно руках носить и так далее. Так вот, значит, это классный способ поставить вроде бы и жестко, вроде бы и хорошо. Поставить девочку на колени для минета. Вы берете волосы рукой, приобнимаете ее, берете волосы рукой, задвигаете вот так, как я сказал. Да, соответственно, вы зажимаете либо вот этой частью, либо вот этой, в зависимости от того, где удобно. Вот она высокая, я не могу ее зажать вот так. Я не могу вот так руку поднять, поэтому я зажму вот здесь. Вы зажимаете ей волосы, закидываете голову назад, и она уже происходит вот так. Она вынуждена садиться. Она вынуждена, понимаете, там произойдет эффект, как бы, ну, очень естественный. Просто так, вот как некоторые мужики пытаются. Вот, это отвратительно. Вы сами себе на голову подавите и подумаете, что у вас происходит. Вы не пытаетесь, а сесть. Вот, ну, то есть, нет у вас желания сесть, потому что вам просто давят на голову, и, блин, все упирается в позвоночник, это больно. А здесь, когда вы запрокидываете таким образом голову назад, ну, вот, человек сам начнет падать. Это есть в этих, в болевых приемах всяких, у рукопашников. Ну, вы можете использовать по-своему. Обычно девочкам это нравится, но, опять же, вы лучше договоритесь, да, если она не хочет делать минет, не надо ее пытаться таким образом заставить. Это все-таки насилие. Мы говорили, что это не насилие, да все это добровольность. Как ставить на ноги с помощью волос? Про волосы я знал, а девочка, так как знала, что я знал про волосы, как раз сказала мне, когда я пытался ее опустить на колени, сказала, ну, что ты делаешь? Ты же умеешь брать за волосы, возьми меня за волосы, а теперь, говорит, головку назад, вот, и отлично все встало. Вот, с тех пор получалось сигнал. Следующая тема у нас, поворот головы. Я, кстати, тоже узнал от девочки. Вот, там был вообще, я ехал за рулем, мы там что-то разговаривали, и она тут вела, там повернул мне голову к себе. Отличная штука, если вам надо поцеловаться, если вам надо что-то такое особенное сказать девчонке, но не надо там повернись ко мне, там, так далее, вот, вы берете ее за подворот, только, внимание, здесь есть один нюанс. Вот, не надо брать двумя пальцами вот так. Попробуйте себя взять и подвинуть голову, поймете, что у вас палец съехал, блин, к зубам, на них надавил, все это больно и неприятно. Для того, чтобы у вас ничто никуда не ездило, не надо дарить на зубы, вы должны сидеть за кость, вот за эту, за нижнюю. Вот здесь находится кость. Для того, чтобы у вас ничего никуда не съезжало, вы третий палец, видно сейчас? Третий палец ставите сюда, и тогда, ну, грубо говоря, как палочку, вот, вы берете ей голову и поворачиваете к себе. Без тактических эффектов. Вот, это один способ. Второй способ, ну, вы должны быть, понимать, что она должна быть расслабленная. Ну, более, вот этот способ работает на напряженной даже голове. Вот. Если девчонка 100% голова расслабленная, повернуть к себе можно еще следующим образом. Вот здесь нащупываете у себя кость, продвиньте палец ровно за кость, ну, как бы у нас челюсть, там внизу косточка. Вот, там вот под челюстью ничего нет, там дырка. Если вы расслабите свою операторшу, там уже на себе пробует. Вот, если расслабите, соответственно, рот и гортань, ну, как я сейчас разговариваю, меня напряжено, если расслабите, вот, у вас палец туда упадет. Вот, соответственно, вы берете точно так же, один палец здесь, второй ранеете туда. И фактически вы берете за эту выемку, а стенки челюсти, вот этой вот части, вот, вот этой вот части, служат вам как раз прекрасной штукой. И вот это, то есть основное двигательное, это большой палец, вот это просто придерживаете. И точно так же поворачиваете. Ну, с паникеном не выйдет, у нее нет этой выемки, и у нее тут не за что держаться. Вот, ну, допустим. Ну, вот. Допустим, это было так. Человеческую голову вы легко так повернете. Еще одна тема относится так же, как к опе. Я говорил про удары, но есть еще понятие шлепания. Есть еще одна точка, которую можно шлепать. Но учтите, что есть три разные вещи, их надо делить. Это подавление человека, боль и оскорбление. И вот это действие, которое я сейчас покажу, относится к оскорблениям. Не все девчонки это любят. И не все мужики, разумеется, тоже. Надо понимать, что, значит, я говорю сейчас о пощечинах. Конечно же, совсем легкий вариант, вот такой, это не оскорбление. Особенно, если вы будете проглаживать низ. Но лучше всегда все-таки спросить, как человек относится к пощечинам. Это может быть очень отрицательная реакция. Но здесь, соответственно, то же самое. Только учите, что у вас рука должна быть расслаблена. Для этого. Как раз, чтобы вы не совершили удара. То есть ее голова не должна поворачиваться. Соответственно, вы делаете такие же хлесткие движения, как на попе. То есть пощечина это вот. То есть там сверху вниз. Больше вы никак не сделаете на лице. Снизу вверх вы не ударите. Невозможно. У нас форма лица треугольная. Но если у девочки, конечно, она там в другую сторону, то снизу будет удобнее. Я, правда, с такой бы не встречался. Вот. Итак, то есть пощечины можете давать вот так. То есть вот чуть-чуть вниз. Но при этом, нет, хорошо я могу, ну, их можно делать как этой стороной, так и тыльной. То есть здесь безрайц, но тыльной будет больней. Учтите. То есть там будет больше именно удара, а не шлепка. То есть оптимально все-таки внутренней стороной делать. Обязательно потренируйтесь на себе, что касается и попы, и пощечин, и всего остального. Я об этом говорил. Прежде чем использовать на девчонке, поворачивайте себе голову, пошлепайте ее, там вот, Вот только потом переходите к ней. Кому-то пощечина нравится, кому-то нет. Сразу говорю, это очень-очень стремная тема. Ну и отшлепаем нашу девочку еще в одном месте, где можно применять. Здесь, помните, сразу потренируйтесь где угодно. У вас тоже есть это место. Мужикам, конечно, это никогда не нравится. Но вот здесь главное не переборщить. Бить туда нельзя ни в коем случае. Пока вы не мучились именно шлепать, как бы тренируйтесь на попе. Это место, разумеется, находится у нас вот здесь. Легкие шлепки сюда. Ну, паникен, к сожалению, нельзя услышать. Во-первых, ну вот, вот сюда, вот сюда. Легкие шлепки сюда могут давать тоже трехосходный эффект. Начинать надо с маленьких. Не все ваши девочки об этом знают. Соответственно, кто-то попросит посередине. Вот кто-то попросит, говорит, не делает так вообще больше никогда. Вот, поэтому начинаете вы с маленьких, чтобы просто понять реакцию. Вот. Да, я говорил в каком-то видео, тогда не было бы еще моей растяненочки, вот по поводу груди. Скажу, это не в сегодняшнюю тему, значит, ну, в принципе, немножечко в сегодняшнюю тоже. Никогда не давите на грудь сверху. Это неприятно никому. Ну, то есть, может быть, какие-то девчонки есть, я опять же говорю, разные все. Если вы хотите давить на грудь, возьмите ее снизу. Во-первых, взумеется, она за ним возбуждена, вот, вы берете снизу, вот, вот так вот, 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 грудь берется снизу. Вот. И вот здесь вот вы уже можете ее сдавить. Если вы будете давить сверху, вы сделаете больно. В общем, вы, конечно, можете попрактиковаться, но я вам говорю, что вот обычно вот так. Ну и помните, у кого-то грудь вообще болезненная зона, ее лучше не трогать вообще никогда. Ну, вам об этом девчонка обычно скажет. Если вы у нее не первой, я надеюсь, нет, то она вам скажет. Поэтому мы гладим грудь снизу и сжимаем грудь тоже снизу. Опять же, учтите, чем мало девчонок, кому нравится сжатая грудь. Это все из порнухи. Вот, многим девчонкам это не нравится вообще. Это вот лучше спросить. Гладить, конечно, можно. Да, и учтите, что у девчонок перед месячными, там дней за десять, она может стать болезненной тоже. И там даже поглаживание будет больным. Вот, этот факт учитывайте. Также, опять же, учтите, не всем понравится. короче, у кого с груди все хорошо, у кого можно гладить ее, у кого можно подздавить, она на это хорошо реагирует, им, соответственно, тоже можно делать небольшие шлипки. Вот тут осторожно, как бы, здесь очень болезненно, поэтому здесь небольшие. Ну, и, соответственно, как бы, здесь что-то, место как сосок. сверху грудь. Вот, кстати, вот бить можно прям сверху. Если я говорил, что не гладьте его грудь вот так, а вот так, то бить можно сверху. Но, соску, кстати, все равно с такой стороны не гладить. Еще сразу тогда перейдем к соскам. Значит, соски можно сдавливать. Чего? В принципе, там ничего сложного нет. Чего? Там просто есть один момент, что сдавливать их надо постепенно. Их нельзя сдавливать, вот, их нельзя щипать. Извини, дорогая. Вот, их нельзя щипать. Ну, можно пощипывать, но сильно сдавить их нельзя пальцами. При том, что если вы будете делать это медленно, то можно. Медленно наращивание давления. Когда вы крепите, например, прищепки к соскам, вы не надо, поставили сразу, отпустили. Это больно будет, она будет привыкать потом. И если вы ставите зажимы, прищепки и так далее, не более 10 минут на эту часть можно ставить. Вот, я чуть снизил время специально. Вот, хотите, идите гуглите, читайте. Вот, но не более 10 минут точно все будет хорошо. Что еще можно делать без подручных средств? Тут, видите, висят подручные средства, я вам про них покажу, расскажу. Но, что еще вы можете делать? Вы можете взять за руки, в общем, как спереди, так и сзади. Если спереди. Кто не знает, ну, отличная штука, она уже никуда не денется. Она почувствует вашу силу и так далее. Не надо пытаться выломать ей руки, как там, какие-нибудь, полицайские. Вот, вы берете руки, сводите их, ваших сил и вполне хватит, она уже никуда не денется. Здесь можно руки в свои, где-то замок, если хотите. И с ней куда-нибудь пойти. Ходить в этот момент сложно, поэтому идти напрямую вот так. Небольшие шажки, но при этом ее можно подавить к стене в этот момент. Вот так же. ну, дальше, я думаю, не нужно объяснить. Вот, то же самое, когда вы, опять же, и в прелюдии, и в сексе, она у вас не стоит перед стенкой, вы можете взять, по-моему, она уже хочет лечить. Взбудился. Когда вы стоите с ней перед стенкой, вы всегда можете взять ее руки, ну, я не смогу ее развести, взять ее руки и придавить, ну, как бы без стенки сжать за спиной, у стенки придавить к стенке. Либо так, ну, либо, соответственно, вы их выворачиваете там наверх, это самое лучшее. Либо в стороны. Вот она там будет дергаться, там так далее. Девчонки, вы тоже так можете делать, но здесь, ну, понятно, парень должен подыграть. То есть, разумеется, мы всегда можем пересилить, но, кстати, парни, скажу вам, это тоже очень круто, как бы вот такой обмен ролями, не надо себе в шопу ничего пихать для этого. Вот, это плохо. Кстати, те из вас, кто делал упражнения уже на пролонгированный орган, я еще сделаю вторую часть, где я расскажу особенности, как этим способом увеличивать свой оргазм, я до трех минут говорил, увеличиваю, вот, и в том оргазме без каких-либо, вы ничего себе не суете, но там сразу вы испытаете и обычный, и простатный оргазм, и посторгазменные сокращения мышцы, которые будут почти как оргазм, то есть там, хоть укончаться можно будет. Это вот, как бы, поэтому, кто не делал, тренируйтесь, это недели через две будет тема. Но, и так, разводить, и так далее. Разумеется, то же самое можно делать в постели, вы можете надавить на руки, и, кстати, постеливать мы, не надо держать себя в воздухе, руки вы ей не раздавите, спокойно на них давите, занимаетесь с ней сексом, и вот там, прямо на все руки, на все руки можете вес переносить. Все будет классно, и ей это понравится, но если она вообще любит фиксацию. И так, и так теперь дальше с фиксацией, по поводу связываний. Первое, что я скажу, про наручники. Как видите, их здесь нет. Это неудобно. Они сковывают ваши руки. Как видите, я тут, чтобы вам рассказать, многое вспоминал, и мы там тренировались. Многое. Вот, меня уверяли, что с наручниками можно что-то хорошее сделать. Я сразу сказал, что нельзя. Вот, видите, нельзя ничего с наручниками хорошего сделать. Почему не наручники? Нарручники жесткие и железные. Да, кому-то кажется это фетишным. Но вы понимаете, что они в процессе всегда своими ребрами будут давить на кости. Если бы они ставились куда-то сюда, они бы амортизировали все это количество мышц и мяса. Здесь мышц нет, здесь у вас кости. И это больно. И в них заковывают специально, чтобы это было больно, чтобы люди не дергались, не пытались вырваться. Поэтому, если вот кто-то из вас не хочет там передавить себе все эти кости, просто испытать такую боль, вам наручники не нужны. Что вам может понадобиться? Есть обычные наручники, которые делают все те же самые функции. Их можно сковать между собой. Они обычно идут, ну, вернее, они должны идти с, соответственно, крепления. Крепление видно. Вот, они должны идти с кольцом крепления, за который вы уже цепляете веревку. Есть ремни специальные для связывания. Вот, с ними я тоже покажу, что делал. и так же с обычного дня. При этом, учитывайте, затягивать в ноль никогда нельзя. Грубо говоря, между ее рукой и наручем, или чем-нибудь еще, можно, должно быть, просунуть палец. то же самое относится и к веревкам, и к ремням, и ко всему остальному. Она не снимет. Ее, наша, у нее, ну, у нее неправильно устроено, но, как вы видите, отход, вот этого, он достаточно большой. Вот, вот, пальцем. Вот, вы, не сможете, ну, вырваться так будет нельзя. Для связывания есть, можно полчаса, если правильно сделанное связывание, полчаса. Значит, руки, при этом, скорее всего, все равно будут холодить. Вы, скорее всего, сразу же не сможете так связать. Вот, если они начинают менять цвет, все, развязывайте сразу же. Лучше под руками иметь нож для этих целей. Что-то может пойти не так, вы там, как-то связали веревку череперно, а у нее там прям затекло или чего болеть сильно. Вот, до свидания веревка. тоже, цените свои веревки больше, чем своих женщин, и тогда вашей женщине будет комфортно. То есть, не связывайте ее так, чтобы вы потом понадобился нож. Вот, но лучше иметь его под рукой. где-то, ну, то есть, там, два метра положите его, и все будет хорошо. Она не будет байк. Только, ну, объясните, для чего вы там лежите, а то вы ее напугаете. Ну, по поводу нарочек. Они бывают двух типов. Это, соответственно, простая кожаная прокладка изнутри. Вот, просто кусок кожи, и все. В принципе, более чем достаточно. Но, бывают еще наручи, вот у меня не самые такой мягкие, такие, в которых изнутри сделана мягкая прокладка. Здесь она находится внутри. Вот, есть еще, где отдельно еще снаружи присутствует. Вот, с такими прокладками вы пройдете полчаса, особенно, если сможете просунуть палец, можете забыть, и главное смотреть, чтобы прокладка выходила за кромку. Потому что будет давить еще кромка на тело. Ну, она же у вас дергаться будет, девчонка. Ну, она будет еще давить за кромку. Вот, это что можно делать. Это самые лучшие способы связывать, на самом деле. Самые быстрые и самые оптимальные. Значит, если у вас под рукой недорогая, шейник, с тебя можно снять, есть ремень, неважно, такой, это специальный для связывания, вот такой, или обычный. Особенно у меня вот кровать плоская, ни спинок, ничего нет. Есть доступ ко всем четырем ножкам. Поэтому вокруг ножки вы одеваете ремешок и продеваете его туда. Ну, вот, это ножка, кровать. А руку эффективите следующим образом, на нужном расстоянии. Все. Поверьте, никуда не денется. Лучше использовать широкий ремень, узкий ремень все-таки будет вот здесь вот немножечко впиваться. Чем ремень шире, тем лучше. Поверьте, он не расстегнется, как бы она там сидеть не дергала. Ну, и к тому же, на узком он еще расходится как-то, на широком такого эффекта не будет. То есть, собственно, любой из вас может в процессе снять с себя ремень и проделать все то же самое. мне вот обычно достаточно подручных материалов, чтобы сделать все, что я могу себе придумать. Но с подручными материалами, конечно, интереснее. Вы затягиваете, смотрите, чтобы ремни легли ровно. Ну, вот это точно 10 минут, и не больше, там 15-20. Потому что они все-таки будут достаточно плотно прижаты. И здесь вы перетянете кровоток. Почему нельзя дольше сосок, почему нельзя руки, почему должен право быть палец, проходить. Просто у ремня, если я сделаю палец, он все-таки развяжется. Поэтому, ну, у ремня 10 минут как-то будет нормально. Широкий ремень, нигде особо резать не будет, он будет впиваться только по краям, и то, если она будет дергаться. Вот, это нормальный вариант. Соответственно, сейчас я связал немножечко неправильно. Ну, как бы, если я ее буду цеплять вот куда-то туда, то правильно. То есть, выходить, если, в данном случае, скорее всего, рука будет повернута туда, извини, дорогая, я не просто так зову, простенью, То есть, если она будет у меня и ввестись туда, то все правильно. Но, скорее всего, в данном положении, соответственно, надо было бы повернуть вот так. То есть, скорее всего, в данном положении ремень должен смотреть туда, потому что вы ее будете привязывать, грубо говоря, вот она лежит, и вот здесь у нас находится ножка, там где-то внизу. Поэтому надо было сделать наоборот. Внимательно за этим следите, потому что иначе он действительно будет, ну, вот так вот перекореживаться, и вот тогда вот эта часть будет впиваться. Вот это вот. Вот видите, она начинает впиваться. Поэтому в ту сторону, где находится ножка, спинка, там, к чему вы можете привязать? К своей ножке. Ну вот. Ремень есть у каждого мужика по-другой. Теперь переходим к веревкам. Значит, сразу скажу. Вот, например, ну, это специальные веревки в сукшопе купленные. Они единственное тянутся, на них нельзя вешать, но мне никогда не было к этому интереса, поэтому мне было пофигу. Зато они мягкие, там, удобные и так далее. Народ там делает из джута, покупает их, вымачивает, потом ошпаривает этим, зажигалкой обжигает, там, концы перевязывает. Ну, это, короче, геморрой, но зато он дешевый. Веревка не может быть меньше, чем 5 миллиметров. Вот если она меньше, нельзя, она всегда будет впиваться. Это раз. Второе, поверьте, что вот такую вязку делать точно нельзя. Она будет впиваться в руку, и это будет и больно, и опасно. Опять же, в сексе вы забудетесь нафиг, через пройдет 20 минут, вы забудете про это, у него уже рука посинеет, похолодеет, она сама ее при этом будет плохо чувствовать. Почему еще опасно? Потому что, когда мы кого-то связываем, человек не чувствует, когда у него начинают отваливаться конечности. Когда, то есть, сколько-то времени без нормального кровотока, конечность может нормально прожить вообще без последствий. Но, длительное время, больше чем 20 минут, могут потом быть неоспоримые последствия. Здесь у нас не семинар бандажистов, я покажу просто самую базовую основу, что делать с веревками, чтобы это просто было безопасно. Вы кладете, ну, на самом деле, вот так, просто я так не смогу закрутить, поэтому, а, на принципе, вот. вы кладете веревку вот так и начинаете накручивать. Не менее, чем в 4 витка. То есть, по сути, вы делаете наруч из нее. Не забывая, что теоретически в нее можно, то есть, не затягиваете ничего, под ним надо будет потом еще, соответственно, этот, уметь просунуть палец. суметь под ним по всем. Я даже чуть перетянул в самом начале. Вот. И в конце вы фиксируете уже вот в эту петельку. Точно так же вы делаете с другой стороны. Это можно делать двумя веревками, можно одной. Просто двумя какой-то узелок. Все, теперь вы подтянули и все, она уже никуда не денется. Со второй рукой, соответственно, вот это может болтаться, от этого ничего не зависит. Со второй рукой, соответственно, также делаете петельку. Здесь уже придется сделать из двух. Ну, по обратному сторону. Блин, сейчас, неудобно. Уже не связывал никого несколько лет. Ну, я не очень фанат данного процесса. Если вы хотите делать что-то с веревками особенное, идите к бандажистам, учитесь. Так, это просто, вот говорю, безопасный способ, если у вас под рукой есть только веревки. Точно так же продеваете в этот узел. Все это дело. Да, когда вы тянете, вы можете человеку, как вот, веревку, вы можете человеку, происходит трение, происходит нагрев вместе. Поэтому, когда вы тянете, придерживайте так, чтобы веревка не проходила в этот момент по телу. Ну, а теперь вы там сдвигаете ручки, и теперь мы сдвигаем ее ручки. Обматываем их пару раз. Вот так. это если, там вариантов-то много, по сути, ну, это не очень имеет смысл, потому что все-таки обычно руки лучше развести. Вот. Обматываете точно так же все это дело. Проматываете между ними, чтобы стянуть между собой. Ну, и потом в этот же узелок, который вы оставили, опять затягиваете. Вот. Рокализация есть сложно. Ну, в принципе, гораздо интереснее, конечно, дымить драйвировки и просто притянуть ее, опять же, к спинке крови. Ну, иначе зачем? То есть, я думаю, что тех, кто захочет фигурно связывать из вас, будет очень мало. Итак, теперь мы поговорим про еще один момент. Он очень опасный, поэтому с ним очень осторожно. То есть, я, конечно, вам объясню, как все это сделать максимально безопасно, но учитывайте. Потом я расскажу про БДСР-ный вариант и не буду его показывать. Но расскажу и скажу статистику определенную. Для того, чтобы придушить девушку есть два нормальных стандартных способа. Первое. Вы всегда должны иметь четкую опору, чтобы вы не могли облокотиться на девушку. Стоя этой проблемы нет, а вот лежа эта проблема есть. Поэтому прежде, чем вы начинаете либо вы это делаете одной рукой, либо, если хотите душить ее двумя руками, вы делаете так, чтобы вы, например, стояли вот здесь у нее, своими ногами. Но обычно все-таки приятнее, когда в сексе, поэтому достаточно одной руки. Есть всего два хвата, которыми вы можете пользоваться. Первый. Это, соответственно, хват вот такой. Он делается подбородочную часть. Вот здесь вот. Ну, нащупывайте у себя кадык, вы должны взять шейку чуть выше. У девчонок кадыка нет, если кто не знал. Там вы ничего не найдете. Вот кадыка чисто мужская штука. Так можно определять. Некоторых трансов в тайе мне рассказывали. Я там как-то был, встретил по пути, я, по-моему, рассказывал порно-режиссера, порно-актера, ой, порно-оператора и порно-актрису. И там вот порно-оператор не стал спрашивать, откуда он все это знает. Он мне рассказывал, как там определять. Ну, я говорю, ну, кадык же. Он говорит, а, говорит, парень, ничего ты не знаешь. Говорит, кадык можно отрезать. Говорит, смотри на локти. Вот локти, типа они по-разному, мужчины и женщины. Я не помню, как они включаются, мне это не сильно волновано. Я как бы секс-туризм не увлекаюсь. Вот, поэтому мне было, в принципе, все равно. Так вот, значит, в этом варианте вы давите чуть на нее и по бокам. Ну, то есть, вы как бы сдавливаете всей плоскостью. Делайте это не сложно. Ну, не надо делать это прямо как-то сложно. Ваша задача перекрыть чуть-чуть основные всякие артерии. Тогда будет больше возбуждения. Это придаст. Ну, и там не будет какое-то ощущение опасности. Потренируйтесь, опять же, на себе. Вы не должны попадать на кость. Никогда давить вот здесь у нас все там у нас кодек, там как бы у них есть трахея идет, она твердая. Вот. Ну, у нас тоже есть трахея. Никогда не давите ни на какую часть жестко. Вот. У вас есть, соответственно, вот эти вот мягкие мышцы, на них вы не давите. В принципе, здесь проходит сонная артерия. Это как раз то, что вам и надо. Вот. Не давите в начало горла. Это вообще полно. Вы сразу давите на голосовые связки. Это не прикольно. Значит, второй вариант давления это вот такой хват. Вы давите не знаю, не видно. Вы давите ей под, нащупаете у себя. Вот у вас здесь есть две кости. Прямо вы придвигаете руку просто вначале. Вы вначале не давите, вы берете руку, придвигаете полностью к этим костям, вот полностью, прямо впритык. И после этого вы не давите вот этой частью. То есть вперед туда уже в этом хвате вы не давите. Вы давите только справа и слева. То есть, грубо говоря, вот так. Вот эта часть не должна давить никак. Поэтому вы сдавливаете, перекрывая сонные артерии, опять же, не сильно, даете некое возбуждение. Здесь давите, здесь вот этот хват он более безопасный. Вот. И лучше будет все давать. Этот хват здесь хуже можно сделать. Значит, вот, и давите. Никогда не давите на шею больше 15 секунд. Почему? Если вы не рассчитали силу, значит, есть такой вариант асфиксия называется. Если вы не рассчитали силу, и девчонка потеряла сознание, ну, кто-то прикалывался, там, в школе мы давили друг другу на солнечное сознание, и там, теряешь его и падаешь. Вот то же самое можно сделать руками, полотенцем, чем угодно, там. В БДСМ есть целая такая штука, когда, там, берут человека и, там, сдавливают горло в нужном месте, прикрывая сонные артерии, он теряет сознание на сколько-то времени. После этого дезориентация, после этого такой всплеск эмоций. Блин, я живу. И человеку классно. Да, это классно, но статистика такая, примерно, на тысячу таких случаев повреждение мозга. Это, понимаете, что это такое? Это 10 раз, это уже 1% повреждения мозга, возможность его. На 100 раз асфиксии, это уже 10%. Вот, ну, 100 раз меня, наверное, надушили, поэтому где-то в чем-то, наверное, повредился он уже. Вот. Не увлекайтесь этим особо. Причем, я как раз старался не увлекаться, ну, 100 не было, наверное, там, раз 30, 50, там, две девчонки, одна душила раз 15, другая раз 30, наверное, или первая, 10, ну, неважно, примерно столько. Вот. Поэтому, чтобы не сделать асфиксию, не делайте дольше 10, там, 10 секунд. Асфиксия наступает где-то на 15. При нормальном хвате она вообще наступает на где-то 5-7 секунде. Вот. И вы не должны, когда вы придушиваете, вы не перекрываете дыхание. Весь эффект в том, что голова закружится тогда, когда вы надавите на сонную артерию. Вот. Вы посмотрите атлас, ее местонахождение. Вот. Она находится выше КДК, соответственно, по бокам. Ну, она вот идет вот здесь вот, и вот так вот. Все основные артерии там проходят. Поэтому, этим хватом можно лучше передавить, но он поопаснее, и если вы не так нажмете, ей будет больно. Вот этим хватом вы ничего не передавите, эффект будет меньше, но зато он безопасный. То есть, этот палец практически не участвует, он у вас просто упор. Вот. А так вы вот ладошкой сжимаете, и таким образом, ну, это когда делается? Это делается там, вот это обязательно только по договоренности. То есть, еще раз, если вы начнете ее душить без этого, то есть, она не будет знать, что это игра, она точно испугается. Вы можете там начать ласкать ей шейку, сказать, ну что, детка, может сегодня горячее. Вы сами тем самым даете, то есть, до этого вы должны поговорить про то, можно ли вообще душить, узнать о нее, и, соответственно, инициировать это можно вот таким образом. Ну, то есть, вы явно от мягкости, от нежности, даете понять, что вы хотите, готова ли она сегодня, вот там, погорячее. Вот. И если она ничего не говорит, ну, то есть, у вас, по сути, если она сразу говорит, нет, не хочу, погорячее, убирайте руку. Вот. Если она ничего не говорит, или говорит, ага, вот, тогда вы как раз можете сдавить. Вот. Если вы это часто практикуете, можете то же самое делать в постели. В постели эта девчонка дает дым мужику. Очень сильное возбуждение. Но не увлекайтесь еще раз, асфиксией достигать не надо. Ну, как бы, там можно испытать какой-то бешеный оргазм, но я сказал, вот, увлечетесь, сто таких экспериментов, и вот у вас 10%, что вы, ну, то есть, у сотого будет как раз 10% уже, что вы кряхнетесь. Поэтому очень осторожно. Но, как бы, если до асфиксии не доходит, никакой потери сознания нет, так далее, то все нормально. То есть, если не будете увлекаться, ничего вы плохого не сделаете. вот как бы, то есть, первый момент, если что-то вы сделали плохо, это человек начинает терять сознание. Закатываются глаза, закрываются глаза, все, убираете сразу. Ну, вообще, там старайтесь, перекрываете, считаете, ну, до семи, например, считаете, это будет более чем достаточно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, все убираете. Вот, это вариант, чтобы точно не дойти до асфиксии. Вот, чтобы вы, опять же, снять некий тремор, от того, что вы легонько придушите, то есть, то, что я говорю про тысячу раз, это асфиксия именно, именно с потерей сознания. Сто раз, не тысяч. Тысяча раз, дает сто процентов летальный исход. А, все, да. Сотый раз будет десять процентов. Соответственно, там, десятый раз один процент. Крякнуться. Вот. Перейдем к царапаниям. Это будет интересно и мужчинам, и девушкам. Значит, первое, что мы должны знать, царапать нужно только тупыми предметами. Вот, у них не должно быть никаких кромок. Это может быть затупленный нож, или вообще обратная сторона ножа, какие-то вот подобные специальные девайсы. Вот. Как это делается? Вот сейчас, девчонки, тоже слушайте. К вам относитесь. Не надо, блин, сразу цепляться вот так вот. Понимаете, что у вас в страсть, так далее, вам хочется схватить, вы до страсти, пожалуйста, погладьте спину. Потом посильнее ее погладьте. И потом вы сможете уже впиться. Помните, я рассказывал в тексте про фрикции, в серии про фрикции, я рассказывал про лесенку. Вот такой же эффект лесенки можно, или просто нарастающий. Вот. Тогда можно будет впиваться. Когда вы сразу хватаетесь, блин, даже вот мне, вот я базахист в прошлом, но мне даже больно, блин. Вот и приходится привыкать. А вы с обычного человека хотите так схватить. Вот. Соответственно, теперь к мужикам. И у вас обычно когтей нету, либо отращивайте, либо, вот, либо, соответственно, возьмите что-нибудь подобное, или там просто что-то там в руку. Никогда не берите острое. Вот. Или нож затупите, но так, чтобы у нее не было вот, то есть, если вы просто сточите, у вас будут все равно квадратные кромки. Они тоже могут порезать. Поэтому там волнисток, и так далее. Ну, или просто говорю, не острое стороной ножа, тоже можете не попугать, и так далее. Или подобные девайсы, которые вообще прекрасно работают. Есть еще на палец, просто такой ноготь железный. Вот. Соответственно, вы точно так же начинаете с маленьких, вот, и потом переходите уже к более сильным. Вот. порезать в случае тупых предметов нельзя. Более какого-то, когда какое-то сильное воздействие, там останутся царапины, от того, что вы передавили эпидермиса, то есть, ну, кожу. Вот. Нарушение все-таки будет. Там останутся какие-то, вначале красные, потом белые полосы. Они пройдут. Вот. Поэтому, если у вас хотите сделать это с любовницей, или с любовником, не надо. Вот. Ну, если, конечно, жена не против, или, может, она не против. Ну, вот. Это что касалось царапин. Еще одна тема. Когда мы засовываем девочке пальцы в рот. В принципе, здесь ничего специального нет. Есть только одно правило. Мы засовываем девочке пальцы в рот и играемся с ее языком. Не с горлом. С языком. Не надо. Это не член. Ему не надо пихать далеко. Засунув туда первой фаланги, уже будет достаточно. Более чем. Учтите, где-то на второй фаланге находится как раз та часть, которая отвечает у нас за ротный рефлекс. Не надо его пихать на такое расстояние. Вам вполне хватит там, и не будут видел. Но, грубо говоря, вам вполне хватит первой фаланги. Вот. И последнее, с чем вы можете еще играть по-горячее, собственно, горяченькое, это воск. Ну, вернее так, с воском не вдумайте играть никогда. У него очень высокая температура горения. Вы берете обычные, любые парафиновые свечки. Сыркомный не канает там воск. Любые парафиновые свечки. Если вы там, ваша партнерство, не мазохистка, поэтому поджигаете, у вас там должно немножечко собраться воска, и капаете на нее, но считайте, что она лежит у меня, капаете на нее с метра. Вот с метра капелька успеет остыть. Чем ближе, вот с полуметра капают, то есть мазохисты, сазаназохисты капают с 30 сантиметров. Это чтобы было больно. Вот. Чем дальше, тем менее больно. На метре примерно заканчивают все болевые эффекты. И, разумеется, не пытайтесь там залить сразу там много воска, он не успеет остыть, пока долетит. И вы получите эффект с болью. Вот. Ну, в принципе, воском, у него там не очень высокая температура, там 70 градусов, он даже когда пролетит так, то ожог оставить сложный. Только если вы прям совсем воском зальете, вы прям возьмете в банке, растопите, и вот так вот там, вот фигачите, вот тогда будет сильный ожог. С воском мы закончили. Есть еще, соответственно, лед. Можете брать кубики льда из холодильника, вводите, можете даже менять, можете вести там горячим дыханием по телу и потом проводить льдом. Ну, все вот эти термические игры, они должны чередоваться. То есть, во-первых, чередоваться, во-вторых, никогда на одном месте не делайте, потому что ожог тогда все-таки будет и неприятно будет. Вот. Здесь там покапали воском, здесь, 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 там туда покапали, сюда покапали, ну, сюда мы капаем вообще там с полутора метров. А лед туда можно прям туда засунуть, ничего страшного не будет. На этом мы с моей подругой с вами прощаемся. Следующая тема у нас будет как раз пролонгированный оргазм номер два. Я буду рассказывать, как кончать три минуты, чтобы это было прям просто физически. То есть, все, что вы кончали в своей жизни, это фигня. Но для этого смотрите первую часть и делайте упражнение. Насколько пролонгированный оргазм называется? С вами был Чалов Шев Сергей, магазин Мэтиквант и мои ручки, мои ручки. Пойдем.